В воскресенье широко отмечались очередная годовщина образования Кубанского казачьего войска и День Кубанского казачества. У нашего казачества замечательные традиции, и чтобы их поддерживать и сохранять, нужно заботиться о молодом поколении. Эта работа в Славянском районе организована на высоком уровне. В этом мы еще раз убедились воочию, побывав на казачьем празднике в седьмой школе, что в поселке Степном Славянского района. В этой школе не на словах, а на деле стремятся сберечь самое ценное, что было выработано в культуре казачества. Любовь Кубани и России, высокое достоинство отношений между людьми. Два главных события стали поводом для школьного торжества. Это посвящение в казачата и выборы атамана школы. Собравшихся приветствовал атаман Славянского районного казачьего общества Александр Заволока. Он призвал казачат хранить традиции, которые прошли испытания временем. В этом году Славянский район единственный из всех районов предоставил документы на вхождение четырех школ и образование из этих четырех школ именно школ казачьей направленности. В одной из таких школ мы сегодня с вами присутствуем. И правильно вы сказали, что у нас богатейшая история, но еще самая главная задача – это воспитать достойное наше поколение, смену. Что ж, смена в школе подрастает. И далеко не случайно самые юные ученики, переступив порог школы, стремятся стать казачатами. Атаман прибрежного хуторского казачьего общества Игорь Быковский одобрил прошение, с которым к нему обратились школьники. И вот они уже дают клятву – горячо любить свою родину, Кубань и свой поселок, уважать и слушаться старших. Честно и добросовестно выполнять возложенные на нас обязанности, соблюдать дисциплину и казачью честь, образцово учиться, развивать себя физически и духовно. Клянемся! 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 После произнесения клятвы уже вполне можно сказать, что казачьему полку прибыло. Ребята с душой исполняют песню о России. Итак, школа пополнилась новыми казачатами и пришло время выбрать школьного атамана. Семеро человек представили свои кандидатуры, и каждый из них перед всеми собравшимися рассказал о своей программе, в которой особое внимание, как правило, уделялось военно-патриотическому воспитанию. Процедура голосования проходила так. Ребята опускали свои листочки в пилотку с номером кандидата, который им более всех по нраву. Пока подводились итоги голосования, мы обратились к директору школы. Благодаря нашей дружбе, единству, маленькой такой вот школы, и у нас все получается. Вот то, что мы сегодня сделали, это все руками у педагогов, которые творят. Мы подали документы на получение статуса казачьей школы, ждем, но тем не менее готовимся, не опускаем руки, готовимся, работаем в этом направлении. Еще очень много нужно нам сделать, но я думаю, мы с этим справимся благодаря родителям и нашим педагогам и ребятам. Представительная комиссия по достоинству оценила небольшие экспозиции, подготовленные ребятами, которые смогли проявить выдумку и мастерство. Затем казачата продемонстрировали свое знание традиционных обрядов, таких как сватовство и празднование Рождества. Большой интерес у ребят вызвала спортивно-развлекательная программа, где три команды состязались в силе, меткости и быстроте. Не так-то легко было попасть в раскачивающийся на ветру воздушный шарик или по всем правилам быстро одеть казака. Особой популярностью у соревнующихся пользовалось перетягивание каната. После завершения состязаний подвели итоги голосования. Был объявлен победитель. Им стал роман Смола. Избранного атамана школы благословил священник. Атаман Славянского районного казачьего общества поздравил новоизбранного школьного атамана и вручил ему небольшую булаву – символ атаманской власти. Помни, что за тебя проголосовали твои казаки. Будь примером для всех и в учебе, и в спорте, и в поведении, во всем. Потому что ты – это лицо школы. И всегда следи за порядком. Атаман школы произнес торжественную клятву, в которой поклялся хранить веру православную, соблюдать традиции кубанских казаков, способствовать процветанию родной школы. Я очень рад, что меня избрали и что мне поверили, что я буду хорошо управлять школой. И я хочу, чтобы мы чаще выезжали на места боевой славы и на экскурсии в музеи. Праздник завершился. Он оставил очень доброе впечатление. У славянских казаков подрастает отличное пополнение. Андрей Весневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова